Водопады Биеси. Весна набирает силу. Становится теплее и в предгорьях снег почти растаял. Надо успеть. Успеть посмотреть ледяной водопад. На нем совершенствует свое мастерство грузинские альпинисты перед восхождениями на ледяные пики. Дорога не длинная, от Билиси чуть более ста километров. А дальше на своих байках. Слег не длинный и решено ехать с детьми. Идти до ледяного водопада совсем не сложно. Решали только остатки снега и грязи. Тропа петляла вдоль русла реки, но вот за очередное излучение открывается мельдиозное зрелище. Ледопад. В этом тут никакого водопада нет. Просто мокрая скала. А зимой намерзает вот такой гигант. Пень солнечный и лед сверкает и искрится. А иногда от него отваливаются значительные куски из вырохотом обрушиваясь в подножье. У водопада есть полянка с местом для пикника в очень живописном месте. Путь ко второму водопаду сложнее, но более интересный. Ущелье Хренвала тут сужается и можно разглядывать удивительные рисунки на скалах, нарисованные природой сотни тысяч лет назад, когда ущелье только формировалось. Мы сбились со счета, сколько раз пришлось переходить реку и к водопаду пришли с вымокшими напрочь ногами. Второй водопад зимой не замерзает. Только по бокам от потока образуется наледь, а в середине вода шумом обрушилась в небольшой зал. В этом в зару тут сполна можно напрескаться. Обратную дорогу прошли в быстром темпе. Мокрые и немного подмерзшие спешили к теплу машины и сухой одежды. Говорят, дальше по течению есть третий водопад, так что летом надо идти на разведку. Мокнуть в прохладных водах Тхенвал и точно будет приятен. Присоединяйтесь!